Сочи на российском инвестиционном форуме планируют заключить шесть соглашений. Внимание уделено и меритинской низменности, и головинке. Спасатели эвакуировали лыжника со скального участка. Помощь потребовалась подростку, который выкатился за пределы трасс. В этом году в Сочи начнется строительство пяти надземных пешеходных переходов. Об этом стало известно на совещании Департамента архитектуры города. Сочинцы вновь споют во имя мира на земле. В городе второй раз состоится песенный флешмоб. На низком старте в Сочи последний день подготовки перед открытием российского инвестиционного форума. Деловой саммит стартует уже завтра. Стенд Краснодарского края самый масштабный. Сегодня экспозицию посмотрел губернатор Вениамину Кондратьеву. Показали проекты, которые Кубань привезла на форум. Что помимо отдыха будет в этих отелях? Больные логи, здесь и грязи будут, и вода минеральная, здесь своя скважина, которая прямо на месте уже есть. Коллеги, вот очень внимательно, особенно ко всем проектам, тем более к строительству, которое идет у нас в курортной зоне, так называемой в курортных наших городах. Вот мы должны сохранить и приумножить, в том числе и ресурс, который сегодня остался, в том числе земля. А не так построить, по большому счету, не привязываясь к вам, два, три или сколько отелей, и все остальное должно умереть, а эти два отеля будут жить. Вот еще раз подчеркиваю, один подход – сохранить и приумножить. И все, что сегодня строим, должно быть дополнительным украшением наших курортных городов. Всего Кубань презентует 440 инвестиционных предложений на сумму 187 миллиардов рублей. Главная цель Краснодарского края на нынешнем форуме – представить стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года. Сочи на российском инвестиционном форуме планируют заключить шесть соглашений. В соответствии со стратегией развития Краснодарского края, внимание уделено развитию образовательного и культурного кластера в Эмеретинской низменности. Подробнее Ольга Десятого. Один из основных сочинских инвест-проектов – многофункциональный киноконцертный комплекс с двумя сценами на базе образовательного центра «Сириус», а еще инновационная школа. В Эмеретинской низменности отмечают власти Сочи. Необходимо сформировать не только курортный, но и образовательный кластер. Здесь будет построен крупнейший культурный центр, который позволит нам принимать самые значимые события и театрального, и музыкального формата. Здесь также создается уникальная инновационная школа. Будут собраны лучшие технологии в сфере образования, что отрадно. Планируются программы и для сочинских детей, которые будут соответствовать уровню образования именно стандартов школы «Сириус». С проектом сегодня познакомился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время осмотра сочинского стенда. Мы поручение президента выполним. Мы на самом деле такую школу построим. Я уверен, что мы ее построим, потому что она необходима для того, чтобы Россия пополнилась теми талантами, которые явно у нее есть. Надо их найти, а серьезно это делают. И еще и дальше дать им возможность в жизни реализоваться. Я уверен, что, еще раз подчеркну, это проще не презентать, а вот эти школы с интернатом явно реализуют. Также ряд проектов касается реновации гостиничного фонда и завершения замороженных проектов. Так будет достроена целая группа многоквартирных домов в районе села Раздольное. Краснодарская компания «Авагрупп» выкупила также с торгов у компании «РЖДстрой» целую группу многоквартирных жилых домов, которые с 2014 года стояли в замороженном состоянии. Они сейчас завершаются, у них идут активные фазы проектной работы. Это будет, по сути, микрорайон, планируется в том числе комплексное освоение, там будут и объекты социальной инфраструктуры. Будет приведена в порядок и гостиница в центре Сочи на улице Орджоникидзе. Инвестор уже найден. Планы по запуску – 2019 год. Еще один современный отель уровня 5 звезд появится в Лазаревском районе Сочи. Его стоимость оценивается почти в полтора миллиарда. В мэрии считают, что новый отель станет для Сочи новой точкой роста. Мы планируем уже в этом году начать реконструкцию головинки с созданием культурных центров, парков. Также планируются инвестиционные предложения по другим прибрежным населенным пунктам Лазаревского района. Форум с каждым годом становится более эффективным, потому что это и есть место, где бизнес может найти конкретные предложения от власти, а власти могут сделать эти предложения и найти инвестора. Всего город Сочи планирует заключить 6 соглашений на сумму более 17 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году было подписано 4 договора на сумму чуть меньше 8 миллиардов. Что касается работы российского инвестфорума, сегодня так называемый нулевой день. Регионы продолжают готовить выставочные стенды, ну а в деловой программе впервые появился День молодежного предпринимательства. Сегодня молодежь со всей страны, в том числе и 200 сочинцев, пытались определить роль молодежи в экономическом развитии страны. И к другим новостям. Росавиация в марте начнет мониторить стоимость авиабилетов к чемпионату мира по футболу. Проверка начнется 10 марта. Министерство транспорта поручило Росавиации информировать федеральную антимонопольную службу при необоснованном повышении. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов. Ранее Росавиация направила авиакомпаниям и аэропортам соответствующую телеграмму. В ней говорится, что необоснованное повышение аэропортовых сборов и цен на авиабилеты в города-организаторы матчей запрещено федеральным законом. Напомню, Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах, в том числе в Сочи. Ранее правительство уже объявило о контроле за необоснованным завышением цен в гостиницах городов, принимающих чемпионат. Сочи вновь ожидает большой поток туристов. Об этом сообщает портал «Сочи.ком» со ссылкой на данные российского сервиса аренды жилья твил.ру. Он определил самые популярные у туристов курорты на праздник 23 февраля. Рейтинг был составлен, по данным бронегостиниц, квартир и домов для проживания с 22 по 28 февраля. В Красной Поляне бронируют отдых больше, чем на неделю. Это в два-три раза дольше, чем на других горнолыжных курортах страны. Кузбасский, Широгеш, Сочинская Красная Поляна и Башкирская Банная входят в первую тройку российских курортов, популярных для отдыха на февральские праздничные выходные. По данным портала, в Красной Поляне туристы бронируют жилье в среднем на 8 ночей и платят им более 3 тысяч в сутки. Спасатели МЧС эвакуировали лыжника со скального участка. Помощь накануне потребовалась подростку, который находился за пределами трасс горно-туристического центра «Газпром». Молодой лыжник сознательно съехал на необорудованный участок для того, чтобы покататься, но в итоге оказался на скальном участке и не смог самостоятельно выбраться. Спасатели эвакуировали парня при помощи альпинистского снаряжения и сопроводили на одной из трасс курорта. Никаких травм и повреждений молодой человек не получил и продолжил кататься. Несмотря на снегопад, плохую видимость, а также сложный рельеф участка, фрирайд лыжника закончился благополучно, что можно считать большим везением. Спасатели напоминают, что катание за пределами оборудованных трасс может привести к трагическим последствиям. В Сочи расследуют случаи похищения и порчи уличных прожекторов. В декабре прошлого года центр города украсили почти 600 новых элементов подсветки. За это время 13 светильников на улице Новогинской, на площади искусств, в сквере Уцума на Платановой аллее были похищены, а 10 у морпорта и главпочтамта испорчены вандалами. Каждый прожектор стоит около 4000 рублей. По каждому факту предприятие «Сочи свет» обратилось в правоохранительные органы и взяты видеозаписи с камер наблюдения, идет расследование. Также в полиции находятся два заявления по охищению кабеля. На днях один из виновных в аналогичном преступлении был задержан. Им оказался бывший электрик, который украл провода из восьми трансформаторных подстанций, а также 70 метров кабеля на улице Чайковского. Ущерб только предприятию «Сочи свет» составил 80 тысяч рублей. Ранее год заключения получил похититель подсветки со скульптуры Мацеста, который восемь раз крал с объекта светильники и провода. В этом году в Сочи начнется строительство пяти надземных пешеходных переходов. Об этом стало известно на рабочем совещании Департамента архитектуры города. Провел его первый вице-мэр Могдин Чермит. Город активно стремится развивать Лазаревский район. С помощью инвесторов, ведущих там сегодня строительство, будет увеличена на еще одну полосу проезжая часть в районе нового комплекса «Тюльпановка». Застройщик планирует также перенести городские коммуникации. От самого же тюльпанового дерева к федеральной трассе построят тротуар. Обсуждается сейчас и дальнейшая судьба Лазаревского судоремонтного завода. Проект развития этой территории на контроле у главы курорта. Также в Лазаревском районе в этом году сделают еще один шаг в борьбе с пробками. Начнут возведение пяти надземных пешеходных переходов. Трех в ЛАО, одного в Якорнощеле и еще одного в Вардане. Все будут оснащены эскалаторами. Пройдет через районы новая дорога. В этом году начинается проектирование третьей очереди федеральной трассы, которая от Мамайки через Сергей Поле пойдет и выйдет на Нижнюю Хобзу. Это 19 километров по прямой с восьми тоннелями. Этот проект уже существовал до Олимпиады, но был обновлен и снова запущен в работу. Скорее всего, строительство начнется в 2019 году. Финансироваться будет из федерального бюджета. Сегодня же в повестке дня Департамента архитектуры менее масштабные задачи, но не менее значимые. В районе пройдут проверки гаражных кооперативов и придорожной застройки. Речь идет о ларьках, возможно, установленных в нарушение правил. Нелегальные павильоны снесут за счет освободившейся территории, расширят тротуары и проезжую часть Лазаревских улиц. В администрации города почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля в стране памятная дата – 29-е годовщина вывода войск из Афганистана. Сегодня же в мэрии состоялся прием для членов семей погибших воинов, интернационалистов и активистов афганского движения. 15 февраля 1989 года заключительная колонна советских войск покинула республику Афганистан. В течение 10 лет сотни тысяч граждан нашей страны исполняли там интернациональный долг. Около 15 тысяч наших соотечественников погибли, среди них и 13 сочинцев. Всего же в боевых действиях на территории Афганистана приняло участие 723 жителя курорта. Эта дата 15 февраля отмечается по всей России, это день воинской славы России. В этот день мы вспоминаем всех наших павших боевых товарищей, помним о том, что надо всегда помогать тем, кто не вернулся, особенно их семьям. Поэтому это традиция и мы ее никогда не нарушаем. На традиционном для города Сочи приеме отцы, матери, вдовы погибших сочинцев. Им сегодня слова соболезнования, а также конверты с материальной помощью и подарки. Это тоже сложившаяся на курорте традиция. Мы с вами едины, и то, что сделали ваши сыны, родные и близкие, это на самом деле очень значимо для каждого из нас, для каждого жителя Российской Федерации, для всей России в целом. Большое вам за это спасибо. Самим же ветеранам Афгана вручили медали «Воин-интернационалист». Их умение побеждать, помогать боевым товарищам сегодня являются примером для молодого поколения, будущих защитников Отечества. Взял на себя актив афганского движения и работу по патриотическому воспитанию молодежи, переняв эстафету у ветеранов Великой Отечественной войны. Завтра же, 15 февраля, в 11 часов, минутой молчания погибших товарищей, воины-интернационалисты почтут у Стеллы «Афганский узел», что в Комсомольском сквере. Сочинцы вновь споют во имя мира на земле. В городе второй раз состоится песенный флешмоб. Акция проходит в рамках военно-патриотического месячника. На площади перед Сумом соберутся студенты, активная молодежь, будут здесь рады и всем желающим. На медиаэкраны на посаде универмага будут выведены тексты песен «Господа офицеры», «Там за туманами», «Москва звонят колокола», «Катюша», «День Победы» и «Гимна России». Задавать темп будут вокалисты Сочинского колледжа искусств и Армен Авджан, участник телепроекта «Голос». Акция состоится 16 февраля в 16 часов на площади у Центрального универмага. «Голосуй сердцем» – такой почти предвыборный лозунг получила выставка рисунков. Она развернулась в холле Сочинского дома моды. Выставка работала почти месяц. За это время все желающие могли выбрать любой понравившийся рисунок и приклеить на него стикер «Сердечко». Каждое сердце плюс один балл претенденту на победу. Отбор работ проводился в несколько этапов. Сначала преподаватели вместе с учениками художественных студий выбрали лучшие работы за полгода. Получилось порядка 1200 рисунков, выполненных в разных техниках и стилях. К слову, организаторы уверены, не умеющих рисовать нет в принципе. Важно подсказать, как это делать правильно. Рисуют все. Рисуют все до 12 лет. После этого дети, когда не могут воплотить то, что они хотят, они перестают рисовать. Мы хотели показать, насколько талантливы все и дети, и взрослые. Конкурсная комиссия выбрала из представленных работ наиболее интересные. В результате 48 рисунков были выставлены на голосование. Голосовать приходили семьями, компаниями и иногда даже целыми классами. Проект получил активное продолжение и в интернете. На странице ВКонтакте было параллельно организовано народное голосование, где откликнулись сотни пользователей. В общей сложности свои виртуальные и реальные голоса удали более 2500 человек. Сегодня конкурс завершился. Авторов наиболее популярных работ торжественно наградили в Доме моды. В Сочинском государственном университете сегодня прошла открытая лекция, посвященная Всероссийскому конкурсу авторских проектов «Моя страна, моя Россия». Это молодежные проекты в сфере образования, направленные на социально-экономическое развитие российских территорий. Студентам опорного вуза Краснодарского края рассказали о значимости конкурса и о том, какие проекты ждет страна. Идея конкурса в привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел. В этом году конкурс «Моя страна, моя Россия» отмечает свое 15-летие. За прошедшие годы участие в нем приняло более 47 тысяч молодых людей из всех субъектов страны. Треть авторских проектов реализуется на практике. В этом же году СГУ выступает в качестве соорганизатора конкурса. Транспортная инфраструктура, ЖКХ, улучшить с помощью своих проектов можно любую отрасль. Только вот проект должен быть детально проработан и экономически обоснован. То есть взрослые серьезные проблемы, которые невооруженным взглядом видят и школьники, и студенты, как они бы их решили. Это перспективно для университета и с точки зрения привлечения абитуриентов, и с точки зрения продвижения студенческих инициатив. Студентам СГУ есть с чем участвовать во всероссийском конкурсе. К примеру, третий курсник Аркадий Лачинян подготовил к реализации проект «Альтернативные методы дивертисментации». Речь об агротуризме. Студент знает, как в Сочи можно заработать, развивая одно из перспективных направлений. Важность проекта уже отмечена на региональном уровне. Авторский проект занял первое место на выставке сельского туризма в краевой столице. Это попытка, скажем так, переосмыслить аграрный туризм и привнести что-то новое. Мы планируем, что мы сможем привлечь новые группы людей и, в принципе, скажем так, по-новому показать агротуризм в крае. Мы попытались опыт квест-румов, квеста вообще перенести на аграрный туризм. Все эти мероприятия – это отличная возможность для самореализации. То есть нельзя преуменьшать их важность. Ответственный секретарь конкурса «Моя страна, моя Россия» провела сегодня со студентами СГУ и уделила внимание практическим моментам. Ну а то, что у молодежных проектов есть перспектива, доказал очередной участник Всероссийского конкурса из Ростовской области. Сегодня он участник Международного инвестфорума, который открылся в Сочи. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.